В Кубанской столице стартовал краевой профессиональный конкурс «Учитель года Кубани по основам православной культуры». Конкурс проходит в регионе 18 раз. За это время его участниками стали более 800 педагогов. Сегодня за звание лучшего учителя Кубани по основам православной культуры будут соревноваться учителя, который выполняет очень важную миссию духовно-нравственного воспитания наших детей. В составе жюри руководители и представители ипархиальных отделов религиозного образования и катехизации, представители Министерства образования, Института развития образования, а также учителя, победители и лауреаты краевых педагогических конкурсов. Если хотите, вы больше педагогов. Вы наш православный спецназ. Я хочу, чтобы именно это вынесли из сегодняшнего конкурса. Будут ли победители? Не знаю. Может ли быть победителем каждый? Наверняка нет. Но тот, кто участвовал в этом конкурсе и будет принимать участие, это тот, который проявил силу, мужество, твердость и стойкость. Значит, вы наш спецназ. И мы вас сегодняшним открытием в него уже принимаем. Я хочу сказать, что мы не случайно оставили храмы в этот праздник. Мы будем внимательно следить за вашими выступлениями. И знаете почему? Потому что из храбрых нам нужно выбрать самых храбрых. Из сильных – самых сильных. Из твердых – самых твердых. Из целеустремленных – самых устремленных к цели. А цель каждого из нас – Христос. Очный этап включает два конкурсных задания. Педагогам из 44 муниципалитетов Кубани предстоит провести публичную лекцию и открытые уроки. Участвую в первый раз. Я хочу найти здесь радость, единение в этом конкурсе. Подружиться хочу со всеми участниками этого конкурса. Пожелать им успехов, творческих сил, здоровья, радости, ну и побед. Выступление было оживленным. Участники активно отвечали на вопросы жюри. Как вы кратко ответили на вопросы, что такое здоровье, что такое зло? Поприсяк. Больше человек верит в церковь, в Бога, тем, соответственно, и у него появляются ответы на эти вопросы. Зло – это грех, который наносит рано самому ребенку. Что ж такое добро? Добро – это отсутствие, зло. Добро – это спасение. Я бы ребятам сказала так, что добро – это когда ты рядом с Богом. Дорога добра к спасению дорога. А вот зло как раз это и есть. Определение добра, оно звучит следующим образом. Прошу, ну, те, кто слышит, может быть, запомните, если надо, и записать. Добро – это свободное исполнение воли Божьей. Зло – это добровольное противление людей. Задача учителя православной культуры – научить ребенка, что же такое воля Божья. Непонятно. А вот непонятно я строим Евангелие прочтем. Там все понятно. Христос идет этой дорогой и сказал – идите за мной. И кто последует за мной, тот никогда не будет ходить по дне. Среди конкурсантов были учителя, которые неоднократно принимали участие. Первый раз я принимала участие в 2017 году. С тех пор, вот честно, этот конкурс, он вырастил во мне вот именно воцерковившуюся душу. Я всегда была верующей христианкой, но воцерковилась я только благодаря конкурсу. Это я хочу отметить. Поэтому, принимая участие, я хочу не только получить информацию, какой-то, да, обмен опытом. Я хочу и поделиться тем, что уже наработала за эти годы, тем, что мы делаем с детьми. У нас получается. И все это получается только благодаря этому конкурсу. По итогам первого этапа конкурса будут объявлены 10 лауреатов. Далее членами жюри будут отобраны трое лучших учителей основ православной культуры. Финалисты проведут мастер-класс на тему православной ценности как основа воспитания и продемонстрируют профессиональное мастерство в ходе пресс-конференции «Вопрос учителю года». Я директор школы, приехала поддержать свою участницу. Очень хочется пожелать всем, кто принимает участие в этом конкурсе, свободы слова, спокойного душевного состояния, умиротворения. Самое большое дело, что они делают, они уже его делают на протяжении многих лет. Мы воспитываем будущее нашей страны. Имя победителя станет известно 11 октября на торжественной церемонии закрытия профессионального конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры 2024 года». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова